Я кукловод. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, или я превращу тебя в свою марионетку. Я считаю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хей, ребята, всем привет! С вами снова я, Слайкмаст, и у нас сегодня будет очень крутое противостояние двух новых монстров. Это гигантский кукловод Джен Пупитер, вот такой вот огромный новый монстр Тревора Хендерсона, который вместо кукол, который вместо марионеток использует бедных монстр Тревора, который примерно размером для него как куклы, всевозможные мультяшные псы, коты, сиреноголовые и другие. Ну и огромный сиреноголовый 2.0, вот такой вот, да, ребят, обновленный новый Сайрон Хэт, который, видите, размером как наш кукловод. У нас сегодня, ребят, будет очень крутая битва, очень крутые испытания. Но если вы хотите больше роликов с кукловодом или сиреноголовым, прямо сейчас же поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и обязательно, ребята, будет больше роликов по Горисмоду и не только. Еще также, ребята, ждите другие ролики про кукловода у меня на канале буквально завтра и каждый день. Ну и мы, ребята, прямо сейчас же начинаем. Ну и наши испытания начинаются, давайте мы, ребята, начнем с таких монстров, которых мы особо никогда не выставляем. Это Хаши. Такие монстры, которые любят тишину. Их название говорит само за себя. Хаши, это, ребята, Тише, то есть хшшш. Типа тише. Эти монстры сидят в кинотеатрах и все, кто там шумит, они их, конечно же, убивают. Такие прикольные, улыбающиеся человеки. Ну и первое испытание для кукловода будет, потому что он более новый, чем сиреноголовый. Про Сиреноголового у нас уже, наверное, на серии 10, а про Кукловода всего лишь одна. Так что, ребята, исправляем. Сейчас его, ребят, будем больше испытывать. Также в следующих сериях будут битвы против Титанов всевозможных. Сегодня будет Сиреноголовый, будет Великая Мать Мегафон, Большая Сирена и другие. И, ребят, заду узнаем, насколько он сильный. Вообще, по идее, от монстра такой среди по силе. Но, опять же, ребят, в Гаррисводе может быть всё по-другому. Ну что вы, ребят, готовы? Толпа Хаши против Кукловода. Битва началась. Так, вот, смотрите, смотрите. Он, ребят, идёт. Кстати, да, ребята, Хаши бросаются попкорном. Смотрите, видите? Кидают в него попкорн. Он их убивает, смотрите. Офигеть! Он, ребят, видите, разозлился, разозлился на Хаши. Такие, оставьте себе ваш попкорн. Я не люблю попкорн. И всё, по-моему. Да, всё, ребят, видите? Всех завалил. Капец, сколько дыма, сколько взрывов. И, ребятки, наш Кукловод довольно-таки неплохо поигрался с этими маленькими игрушками для него. С этими маленькими марионетками. Давайте сейчас будут монстры посильнее, конечно же. Потому что чё-то какие-то Хаши слишком слабые. Давайте сейчас, ребята, будут следующие милкволки-амбассадоры. Да, монстры Тревора Хендерсона «Ходячее молоко». Мы их, ребят, уже использовали в предыдущей серии. Против Кукловода. Вот давайте сейчас ещё раз, чтобы вам напомнить, на что он способен. Наш Джен Пупитер. Так, смотрите, ребят, там такой идёт, идёт, идёт. Во, пускает. Смотрите, ребят, запустил эти свои верёчки, да? Чтобы манипулировать марионетками. Чтобы ими управлять. Так, 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 так. Офигеть. Всё, так быстро всех завалил. По-моему, он даже быстрее их завалил, чем Хаши. Но Хаши просто было, видимо, больше, да? Они как-то разредоточились. Смотрите, прям толпой прям шли. И наш Кукловод просто вынес. С трёх или с четырёх ударов. Всю толпу. Хорошо, друзья, сейчас будут следующие монстры, которые очень-очень интересные. Погнали. Ну, ребята, следующие монстры, это Нервоз Де Гости. Занервоз Хаус Гэст. Да, ребят, Нервоз Де Гости. Я их ещё иногда называю соседями. Смотрите, ребят. Такие соседи, реально. Чем припечателен данный монстр? Он, знаете, так прям из-за крыши, из-за угла выглядывает. Да, из-за какого-то домика. И наблюдает таким вот образом за людишками. Чтоб потом, конечно же, их скушать. Но в Гаррисмоде он ещё умеет что? Правильно телепортироваться. Вот давай сейчас, ребят, проверим. Насколько это ему поможет выжить. Так, смотрите, ребята. Монстры идут, идут, идут. Пока что друг друга не видят. О, смотрите, ребят, уже первые телепортировались. И первые начали получать люля. Люлей так хороших. Наш кукловод ему отвешивает. Он, походу, не любит гостей. Так, смотрите, 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 ребят. Везде дым, взрывы. Пока что даже ничего не понятно, что говорить. Кто там побеждает. Но, конечно же, я думаю, кукловод побеждает. Он слишком большой и сильный. Видите, сколько верёвочек летит. Это, кстати, ещё не все, да, ребят? Видите? Вот они. Они умеют телепортироваться. Они только постепенно, постепенно на него нападают. Так, взрывы. Много, ребята, взрывов. Очень-очень много взрывов. Смотрите, они же разлетаются. В разные стороны. Так, ещё удары. Вот. Красиво. Давайте остальные, остальные тоже телепортируйтесь. Вот, ребят, самый последний. Давайте мы немножечко поможем нашему кукловоду. Вот, всё отлично. Он, ребят, видите, добивает последних уже. Их всем немного остаётся. Мне кажется, ребят, если бы они прям толпой бы сразу налетели, он бы уже давно победил бы. Просто они как-то по одному, да, нападают. Либо всеми небольшими такими группками, там, по два, по три, по четыре монстра. Поэтому битва так растянулась. Этот монстр вообще не сильный. Так, окей, ребят. Я думаю, вы, в принципе, уже понимаете то, что кукловоду вообще пофиг на всё. Он просто ходит, их убивает. А может, он просто собирает коллекцию из кукол, да? Куклы монстра Тревора Хендерсона. Чтобы потом сделать своих марионеток. И давай теперь, ребята, у нас будет битва против сиреноголовых. Не нашего нового сиреноголового. Супер-пупер крутого имбового. 2.0 который. А против старых сиреноголовых. Погнали. Ну и теперь, ребята, огромная армия сайронхедов сиреноголовых. Вот, смотрите, деревянные сиреноголовые, обычные сиреноголовые. Тёмные, кровяные, ледяные. Вот такая огромная толпа. Реально, ребят, целая армия сиреноголовых против кукловода. Ну что вы, ребята, готовы? Как вы думаете, кто же победит? Один всего лишь огромный кукловод. Гигантский кукловод. Он так, собственно, и называется. Джен Пупитер. Или же толпа сиреноголовых. Так, ребята, битва началась. Ааа, лагает. Ё-моё, вы это видели? Я это, ребят, увидел. Он с одного удара вынес несколько... Может, даже около десятка сайронхедов. Вы понимаете? Офигеть, смотрите. Что? Хо-хо-хо. Смотрите, ребят, посмотрите, сиреноголовые просто убегают. Это, ребята, просто капец. Как? Как кукловод так довольно-таки легко со всеми справляется, а? Очень сегодня, ребят, будет интересное противостояние, потому что, действительно, кто же сильнее? Новый сиреноголовый, который очень-очень имбовый, или практически таких же размеров гигантский кукловод. Вообще, кукловод, конечно, побольше, но мы сиреноголового увеличим, поэтому небольшая, ребята, проблема. Ну и давайте прямо сейчас же устроим ещё одну битву. Ещё есть у нас, ребята, кое-какие головые. Очень-очень сильные и здоровые. Ну и теперь, дорогие друзья, домоголовые. Хаусхеды. Посмотрите, ребят, сколько их. Плюс не забывайте то, что домоголовые спавнят маленьких домоголовят. Такие маленькие домоголовые, малыши домоголового, домоголовёнки или домоголовята. Короче, хаусхед миньон. Так, вы, ребят, готовы? Джен Пупитер против хаусхедов. Битва началась. О, бегут, 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 бегут. Так, смотрите, ребята, кстати, только хотел сказать то, что он их не выносится до удара. И забудьте то, что я говорил. Всё, ребят, больше вы ничего не слышали. Больше я такого не буду говорить. Короче, да, это просто жесть. Он ещё там кого-то убивает, да? А, маленькие-маленькие малыши где-то ещё бегают. А, вон они, видите, такие маленькие точечки, такие маленькие-маленькие бегают. И наш кукловод их просто завалил. На самом деле, ещё довольно-таки, ребят, много монстров Тревора Хендерсона. Я ещё много-много других знаю. Например, есть у нас какой-то ходок или бегун. Он ещё похож на какого-то огромного слона. Ещё есть, а, птичий ходок, вот точно, ребят, или птичий бегун, как так он называется. Короче, ещё, ребят, довольно-таки много всевозможных монстров. Вот такой вот кукловод у нас всем недавно появился в Горисмоде. Вот такой вот гигантский кукловод, который любит играться с куколками, с монстрами Тревора Хендерсона. Всего лишь вместо марионеток он использует каких-то там сиреноголовых, мультяшных псов, котов и так далее. Ну, теперь, друзья, давайте, у нас будет битва сиреноголового против каких-нибудь монстров. Погнали. Ну, теперь, ребята, наш сиреноголовый мы уже много-много раз испытывали. Вот, давайте, ребят, ещё раз. На самом деле, ребят, прям сиреноголовый тут уже стал прям культовым каким-то, хоть и новый, но уже прям легендарный. У нас, ребят, постоянно про него ролики. Так, вы готовы? Битва началась. Сиреноголовый хочет убивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бедные, ребята, мультяшные псы, которых он сдул буквально за секунду и успокоился. Я думаю, вы, ребят, понимаете, что сейчас будет крайне быстрая битва. Сейчас давайте будут ещё какие-нибудь монстры и потом монстры разберем с нашего сиреноголового. Ну, теперь, ребята, нервозные гости, хаус-гэсты. Вы видели только что, что было, когда с тебе сражался наш кукловод. Кстати, они, ребят, видите, размером практически сиреноголового. По крайней мере, когда наш сиреноголовый 2.0 сидит на картонах какой-то, знаете, гопдик с райончика, то он примерно ростом с хаус-гэстов, с этих гостей. Раз, два, три, всё, ребята, битва началась. Ё-моё, конечно, они телепортировались. Они, ребят, просто видели, моментально, моментально телепортировались. Он уже убил, видели часть? И ещё убивает. Они просто постоянно телепортируются. О-хо-хо! Капец! Так, решил кого-то съесть. Короче, ребят, смотрите, когда сиреноголовый начинает терять хп, он начинает пополнять его. А пополняет он, конечно же, через еду, своё здоровье. Он кушает бедных монстров. Видите, ребят, поглощает свою сирену. И таким вот образом регенерирует. Пополняет своё здоровье. Пополняет свою хп-шечку. Так, и это был, ребят, последний. Он его завалил с помощью сирены. И после этого он просто успокоился. Всё, видите, побежал такой. Еда, еда, еда. Семки, семки, семки. Ещё у кого-нибудь горбануть, да? Ещё у кого-нибудь отобрать мобилу. Он такой, да, ребят, прикольный сиреноголовый. Если честно, у меня даже уже идеи нету, против кого его выставлять. Потому что он, ребят, уже всех у нас практически побеждал. Но давайте, знаете что? У нас есть довольно-таки прикольные монстры. Давайте против них. Сейчас увидите, какие. Ну и теперь, ребята, битва домоголовый против сиреноголового. У нас, кстати, сегодня уже был домоголовый. Вы помните. Так, ну что вы, ребят, готовы? Так, ребята, битва начинается. Смотрите, сиреноголовый начинает атаковать домоголового. Домоголовый идёт. Давай, домоголовый. Иди, иди, иди. Видели вы, ребят? Сирена немножечко сдержала. Звуки сирены. Так, прыжок. Смотрите, ребят, домоголовый ловит сиреноголового и просто начинает его избивать. Ну так, немножечко нечестно. Так, давайте немножечко ему поможем. Что? Он его убил? Вы серьёзно? А малышей даже не собирается, понимаете, ребят, трогать. Капец. Ну, мне кажется, пора уже устроить финальную битву. Нашего сиреноголового против кукловода. Погнали, друзья. Ну что вы, ребят, готовы? Кукловод против сиреноголового. Раз, два, три. А, нет, подождите. Прямо сейчас же напишите в комментариях, как вы считаете, кто же победит. Кукловод или же сиреноголовый. Так, всё, ребята, битва началась. Монстры бегут друг до друга. Так, смотрите, кукловод его тоже замечает, подбегает. Верёвочками, видите, его атакует. Бьёт ногами. Сиреноголовый, видите, ребят, он снова впоймал. Как и домоголовый. Так, давайте немножечко поможем. А чё ж ты прыгаешь, сиреноголовый, а? Сам себя в ловушку загоняешь. Вот, конечно. Дурачина какой-то. Так, давайте его, ребята, вот сюда тянем. Ну давай, давай, атакуй, атакуй его. Главное, не прыгай. Бей его. Вот, ребят, другое дело. Да ладно, кукловод, ребят, такой сильный, что он даже победил нового сиреноголового. Вы серьёзно? А что же, интересно, ребята, будет, если сразу же сейчас поставить, давайте, пять сиреноголовых. Вообще, как бы, ребят, сиреноголовые не такие большие, как вы только что их видели. Точнее, его одного видели, да? А вот, ребят, кукловод реально здоровый. Зато их теперь, давайте, даже будет и пять штук, а вроде шесть или семь штук. Вроде семь. Так, смотрите, ё-моё. Интересно, такой, ребят, толпой не завалят кукловоды или нет? Большой сиреноголовый не смог завалить. Один в одиночку. Всё-таки он, ребята, проиграл. А вот, интересно, такая вот толпа сиреноголовых сможет завалить одного кукловода? Или не получится? Так, давайте. Офигеть! Ну, ребят, кукловод оказывается реально сильный. Он намного сильнее, чем сиреноголовый. Получается, ребят, кукловод очень даже сильный. И, ребят, знаете, что будет интересно? Раз он победил сиреноголового 2.0, то, возможно, он даже сможет победить Великую Мать Мегафон. Я думаю, ребят, можно будет такой экспериментик провести только уже в следующей серии. Но если вы, ребята, хотите увидеть серию кукловод против Большой Сирены и Великой Матери Мегафон, прямо сейчас же поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну и, ребят, прямо сейчас же напишите об этом в комментариях. Хочу увидеть битву против Великой Матери Мегафон или против Большой Сирены. Ну, короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня прикольная битва получилась. Такой прикольный эксперимент. Кукловод против Большого Огромного Сиреноголова, который, кстати, был больше, чем наш кукловод. Наш, ребят, всё-таки монстр оказывается довольно-таки сильный, что, если честно, даже не ожидал. Ну, а с вами был я, Слайк Маст, и рубрика эксперименты в Гаррис Моде. Всем, друзья, пока-пока!